ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без полгода экзамен по стрельбе должен сдавать ее сын Степан. И он не ударит в грязь лицом по тому, как будет знать все хитрости. Самое главное – изучить меры безопасности. Степан Карагодов – продолжатель большой полицейской династии. Папа – майор милиции, мама – старший прапорщик полиции, десятки раз награжденный инструктор по стрельбе. Поэтому сын особо и не выбирал себе профессию. Приходил он ко мне в тир, и я брала с собой его на соревнования в Динамо. Это даже у нас есть видеозапись, когда он ходил в детский сад. Их снимали также, брали у них интервью. И когда у него спросили, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, он сказал – полицейским. Хотя в то время была милиция, сотрудники милиции были, а он сказал – полицейским. Когда пришел с армии, решил как-то попробовать себя в гражданских профессиях. Но спустя определенное время понял, что нужно как-то выбирать надежную профессию. У него и качество, в общем-то, есть определенное для этого. Он уравновешенный, он неравнодушен в чужой беде, в коллективе работать любит. В общем, думаю, что у него все получится. Родители работают, служат в милиции. Но еще вот тогда, то есть у меня всегда, ну, как-то, горд был этим, что вот у меня родители милиционеры. Сейчас Степан – стажер полицейского, активно готовится к службе. Видел, что родителей никогда нет дома, что они полностью отдают себя работе, но не испугался. Сейчас очень спокойно относится к тому, что интересов вне работы у него не будет. У нас разные трафики уже работаем, мы сейчас и живем отдельно. Сейчас по телефону общаемся. И уже у нас много общего, мы в одном батальоне с ним служим. И у нас интересы уже более сузились в интересах работы. Читакра Годовых уверена, полицейская династия будет только расти. Ты уже женат, но, да, но она работает в частной организации. Но она тоже, иногда вот у нее бывают такие разговоры, вот хочу работать в полиции, либо в МЧС. Она тоже представляет, что это такое, потому что у нее папа тоже до самой пенсии отработал в МЧС, также был ненормированный график работы, то есть она знает, что это такое. Девиз семьи Кра Годовых – служить на благо государства и его жителей, работать в полицию, скорее всего, пойдут и внуки, и правнуки, и праправнуки Надежды Карагодовой. Уж в этом она не сомневается.